Снег, слякоть, поздний вечер. Вот неполный перечень тех неблагоприятных условий, в которых приходится работать с судебным приставом. Очередной рейд провели совместно с сотрудниками СК «Гарант». В центре внимания те, кто не оплачивают электричество. Энергосбитовая компания «Гарант» традиционно совместно со службой судебных приставов проводит совместные рейды по неплательщикам. Выбираем в основном злостных неплательщиков, тех, кто должны такие серьезные суммы. Регулярно, систематически не платят за свет. В совокупности жители региона задолжали порядка 97 миллионов рублей. Речь идет о просроченной задолженности, то есть о тех платежах, которые они могли внести за прошлые периоды. География этого рейда непростая. Все задолжавшие – жители Ивановского района. Почти час пути до этого дома в деревню Котюрево. А он оказался нежилым. Долг в 12 тысяч взыскать будет очень проблематично. А это уже другой поселок. Должницы тоже дома нет. Открыла ее мама. Утверждает, что у них рассрочка платежа. У нас есть решение суда, судебный приказ о взыскании с вас задолженности. Я поняла. На рассрочку исполнения решения суда вы можете обратиться только в суд. Рассрочку предоставляет только суд. Нам рассрочку предоставила организация, куда мы платим свет. Пожалуйста, я могу вам вынести квитанцию и показать. Мы все оплатили. Мы вот буквально три дня сделали платеж 15 тысяч. Сколько там еще осталось? Еще 50. Может, вы текущие платежи гасите? Да мы гасите. Почему? У нас текущий платеж – 5 тысяч. Остальное мы платим по договоренности с гарантами. С поставщиком ресурса клиент действительно мог договориться. Правда, договора женщина предоставить не смогла, не нашла. Но так называемая просуженная задолженность, о которой говорят приставы, не погашена. Надо разбираться с хозяйкой дома. На данный момент мы посетили поселок Кочерский по задолженностям за электроэнергию. Должника, к сожалению, не застали дома, но оставили повестку ее матери о явке к судебному приставу исполнителю. СК «Гарант» работе с неплательщиками уделяет много внимания. Разными способами информируют о долгах, в том числе путем СМС-уведомлений. Числе наиболее действенных мер – это вот такие рейды. Еще один эффективный способ заставить платить за потребленное электричество – его отключение. Мера крайняя, но отрезвляющая. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.